МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Равиль Ватолин. Гости сегодняшней программы Елена Хисамудинова, уполномоченный председатель некоммерческого партнерства Лига ломбардов по Волжье и Дмитрий Прокопов, заместитель директора по развитию сети СКС «Ломбард». Начать программу хочется с цифр. Как я уже озвучил, число ломбардных точек в России по прогнозу Национального объединения ломбардов через три года будет равна 40 тысячам. Насколько сегодня чувствуете, что эти прогнозные цифры реальны? Елена, давайте с вас начнем. Анализ доходной и расходной части деятельности ломбардов показывает, что без убыточности может достигнуть ломбард с населенным пунктом 10-15 тысяч человек. Поэтому рыночная потребность в количестве точек выдачи займов в ближайшее время будет не более чем 15 тысяч тире 20. А тогда вот это вот такое двойное получается, вот если по вашим данным все-таки в два раза будет увеличение, вот это в четыре раза, оно с чем связано такое увеличение прогнозное? В два раза увеличение может быть связано, но не в четыре. То есть подобного мы не достигнем. Дмитрий, вы как считаете? Тут момент в том, что динамика, которая сейчас на данный момент существует, она обусловлена, как вы сами заметили, ужесточением со стороны банков с заемщиком. То есть, возможно, прогноз сделан из таких соображений. И в связи с тем, что количество ломбардов на данный момент все увеличивается и увеличивается, к сожалению. Но вы чувствуете, что все-таки к 40 тысячам мы достигнем? Нет. По вашим оценкам, какое количество, с каким прирастем? Я думаю, что если прирост будет, возможно, в полтора раза, не больше. Ну вот смотрите, те заявления, что в стране будет 40 тысяч ломбардов, я отмечу, что сегодня таким покрытием обладает только Почта России, я имею в виду именно точек, насколько оно необходимо по вашей оценке. Неужто в стране у населения, так скажем, настолько много золота, что необходимо по оценкам 40 тысяч ломбардов у нас в стране? Тут момент, смотрите, в чем. Ломбарды – это коммерческие организации, и, скажем, деятельность ломбардов не обусловлена по большей части потребностью населения, а все-таки извлечением прибыли. В связи с этим люди, бизнесмены, приняв решение открыть ломбард, они откроют его независимо от того, что требует население, скажем так. Единственный момент в связи с тем, что сейчас регламентирует деятельность нашу Центробанк, вот тут как раз могут быть ожесточения, они уже пошли последние полтора года. В связи с этим, возможно, наоборот, сокращение каких-то ломбардов. Ну вот если вдруг это будет сокращение, а насколько будет серьезным, Елена Санка, считаете? Я считаю, что сегодня ломбарды как бы разделены на три группы у нас. Это одиночные ломбарды, это ломбарды, которые вошли в партнерство, их где-то около 70%, и третья группа – это многопрофильные ломбарды. Вот сегодня многопрофильные ломбарды – это им легче всего. То есть это ломбарды, которые организовались на фоне ювелирных магазинов. Остальные же ломбарды будут проходить очень тяжелый путь в эти два года, особенно одиночные. Требования Нацбанка у нас законные, ничего больше они нас не требуют. Но выжить в этой ситуации одиночным ломбардам будет сложно. И мы больше будем наблюдать тенденцию передвижения, то есть одиночных ломбардов в средние группы партнерства, либо образование таких объединений, как национальные объединения ломбардов. И вот сильно ли они дают? Наверное, население может быть… Вот я читал, что все-таки население в комментариях все-таки больше доверяет ломбардам. При ювелирных магазинах как-то вот так складывается? Смотрите, во-первых, что касается конкуренции у нас у самих сети ювелирных магазинов, если на то пошло. Но на самом деле большой конкуренции не ощущается в связи с тем, что, допустим, взять ювелирную сетку 5.85, у нее порядка 7 магазинов по Уфе, у меня 60 подразделений. То есть, о какой конкуренции можно говорить? Ну, я имею в виду объемной. Нет, нет. В любом случае. Ну, тогда вот смотрите, эксперты рынка связывают рост числа ломбардов исключительно с увеличением стоимости золота и ужесточением требований к заемщикам со стороны банков и микрофинансовых организаций. Вот достаточно ли основательные такие доводы для таких серьезных прогнозов? Ведь помимо таких факторов ИЦБ сегодня ужесточает требования к ломбардам в части надзорных мероприятий. Как считаете, Дмитрий? Да, согласен с этим, потому что после того, как Центробанк стал заниматься регулированием ломбардной деятельности, то есть ужесточаются действительно требования, я считаю, что это правильно, потому что очень много, скажем так, псевдо-ломбардов, которые занимаются на самом деле ломбардной деятельностью, которые регламентируются 1996-м федеральным законом, но не соблюдают этот закон и прикрываются кто-то комиссионными магазинами, кто-то какими-то договорами и так далее и тому подобное. И вот именно регулирование со стороны Центробанка, я думаю, оно вычистит рынок. Это позитивно должно сказаться на бизнесе в целом. Геннадий Александрович, вы как считаете в этой части? В этой части я чуть-чуть по-другому считаю. Центробанк нам поможет действительно очистить ломбарды, которые уже сегодня нарушают законы. То есть у них нет в названии слова ломбард, хотя закон принят был в 2007 году, этот уже, и многие ломбарды нарушают. Но если они себя ломбардами не называют, каким образом все-таки тогда будет возможность ЦБ, что называется, найти и очистить его? Потому что проверки, если все-таки это не ломбард, соответственно, и применить к нему различные санкции невозможно. Ну, ломбардами, вот была последняя конференция в феврале 2016 года в Нацбанке, это как раз присутствуют все представители директоров ломбардов. Легальных ломбардов. Да, легальных ломбардов. Была названа такая цифра, что у нас в Башкорстане сегодня 185, ну, около 190 ломбардов. Будет составлен реестр. И я так думаю, что те ломбарды, которые не попадут в этот реестр... Соответственно, должны быть уйти с рынка? Уйти с рынка. Ну, вот раз уже говорили о усилении надзора, эксперты говорят, что желание компаний, выдающих средства под залог имущества, снизить налоговую нагрузку и, соответственно, избежать регулятивной нагрузки ЦБ, привело к росту теневого сегмента таких услуг, как под вывеской ломбард работают различные псевдоломбарды. Вот аналитики также уверяют, что аудитория пользователей услуг псевдоломбардов будет расти в ближайшей перспективе. А вот насколько сегодня чувствуете, так скажем, конкуренцию этих самых псевдоломбардов? Насколько они портят, так скажем, общую картину бизнеса? То есть, общую картину портят, насколько сказать сложно сейчас в цифрах, но появляются, скажем, заходят на наш рынок даже представители других регионов, сейчас не буду говорить конкретно кто, которые... Ну, смотрите, если мы выдаем займы под залог, мы занимаемся ломбардным бизнесом. Хоть ты пирожковый назовись, хоть ты назовись ломбард. То есть, все-таки должно быть регламентирование закона именно о ломбардах. А у них идут именно жесткие нарушения как раз этого законодательства. Ну, пока, да, видимо, ЦБ не может за что-то ухватиться. Ну, я думаю, в принципе, с учетом того, что Центробанк занимается последние полтора года только ломбардами, ну, я думаю, со временем у них... Ну, вот здесь вот нет со стороны легальных участников, я имею в виду, что, может быть, вот этого самого жалоб в ЦБ, да, когда вот участники легальные говорят, вот здесь вот ломбард работает псевдо, да, там какой-то серый, там прочее, или же каким сегодня образом удается вычищать рынок, так скажем, все равно рука надзорного ведомства, наверное, не до всех доходит? Ну, на самом деле, мы так как представители большой сети, да, но на самом деле заниматься вот этим... Нам некогда. Нам просто некогда, да, действительно, вот. То есть, все равно нелегальные участники, скажем, это не сетевые какие-то представители, да, то есть, это, ну, единичные, один, два, три, может быть, пять подразделений, вот. Ну, большой, конечно, погоды они не делают на рынке, но есть некоторые нюансы неприятные, которых бы, конечно, хотелось. Елена Александровна, но вы все-таки возглавляете объединение, вот насколько сегодня участники рынка борются все-таки вот с псевдоломбардами, с серыми ломбардами, которые действительно накладывают некий такой отпечаток не очень красивый на легальных участников рынка? Участники рынка очень борются с этим, то есть, они прекрасно видят, что существует рядом ломбард, например, вот, и у него очень низкие проценты. Это уже о чем-то говорит, понимаете? Но это вот какие требования, ну, все-таки, вот каким образом тогда это происходит? Это все-таки звонки в полицию, в надзорное ведомство или каким образом? Нет, нет, это просто уже... Или, соответственно, директор одного ломбарда приходит к другому и говорит, так, мужик, давай, закрывайся, в противном случае будет не очень хорошо. Нет, я думаю, все-таки, мое мнение, что каждый ломбард выбирает каждый клиент. Ну, порой, все-таки, не каждый клиент умеет разбираться, вот он пришел, и вроде как, и, ну, вроде ломбард, и ломбард, вроде, вот сегодня он есть, и месяц был, и человек говорит, у нас финансовая грамотность селения-то не очень высокая в связи с этим. Ну, что касается ломбардов, да, финансовая грамотность у нас очень низкая. Но, однако, я еще хотела отметить, что в основном ломбарды, которые на сегодня существуют, легальные, да, вот они получают доход именно с процентной части, с выкупной. Вот, и поэтому никак наличие золота, как вы спросили, не связано с количеством ломбардов, понимаете? Есть человек, к которому есть золото, но он к нам не приходит, да? Вот, поэтому... Пока у него все хорошо. Да, 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 да. Вот, а вот именно мы приветствуем такие ломбарды, как мы говорим, где золото не заканчивается. То есть клиент пришел, заложил, внес проценты, ушел. Стало тяжело, снова пришел, взял деньги, ушел. В общем, каждый ориентирован на постоянных покупателей, клиентов. Да, в роли кредитования. Вот смотрите, по данным Центробанка сегодня ломбарды регулярно не представляют регулятору отчетности о своей работе и не исполняют предписание ЦБ. Вот насколько, по вашей оценке, гнет надзор, вот настолько силен, да, сильно ли он влияет на работу легальных игроков? Понятно, что он нелегальный, в принципе, его не чувствует, потому что к ним и не ходят, Дмитрий. Ну, опять-таки, знаете, в связи с тем, что этот, скажем так, надзор стал осуществляться не так давно, мы, ну, скажем, на стадии привыкания просто к этому. То есть тяжело в этом плане. Ничего сверхъестественного Центробанк не требует, то есть это, в принципе, все нормально. В связи с тем, что легальный ломбардный бизнес, он и так очень прозрачный, то есть, ну, по крайней мере, нам скрывать нечего, поэтому сдавать отчетность налоговую, ФЦБ, ну, просто это дополнительная нагрузка, дополнительные затраты на персонал, бухгалтерию и так далее, и все. Ну, то есть, в принципе, так не чувствуется. Нет, сложности в этом плане. Елена Александровна, ну, вы все-таки объединяете с собой в Республике 38 ломбардов. Ну, да, уже к 40. Знаете, да, есть, конечно, какие-то проблемы, но они очень незначительные. Просто если мы сначала привыкли к отчетности квартальной и годовой в 2015 году, то в 2016 году уже добавили нам следующую отчетность, значит, ежемесячную. Так как ломбарды по Волжи, которые я организую, они у меня в основном обороты у них до 7,5 миллионов в квартал. Поэтому для нас это была новая отчетность, первая, но мы ее успешно сдали. Но по вашей оценке все-таки ЦБ перегибает палку или пока, вот, слава богу, все на уровне и адекватная достаточно политика? Ну, смотрите, сейчас единственный момент, Центробанк начинает ограничивать нам процентные ставки. Да. Вот, то есть, вот, ну, куда пойдет дальше и на какой процентной ставке они остановятся, ну, вот это нас, мягко говоря, вопрос очень забыл. Но сегодняшнее ограничение, которое есть на рынке, оно пока, что называется, я имею в виду, оно достаточно для работы, все-таки вот для обеспечения и рентабельности, и все-таки и содержания, и все прочее? Ну, смотрите, так, если сказать, значит, с сегодняшнего дня, как раз начался второй квартал 2016 года, то есть, у нас предельная ставка 0,48 стала. В день? В день, да. Вот, то есть, грубо говоря, вчера у меня процентные ставки доходили до 0,5. Вот. Ну, всего, то есть, 0,02. Да. Ну, да. Ну, если, в принципе, с каждым кварталом, то может дойти до очень. Совершенно верно. Да, очень. Ну, тогда не могу не затронуть тему, когда ломбарды начинают принимать в залог не только движимое имущество, но и недвижимое, хотя, по сути, закон этого запрещает. Причем, порой этим занимаются даже именитые ломбардные сети, да, суды, конечно же, признают такие сделки недействительными. Все-таки слышали мы в последнее время, когда ломбарды принимают в залог и участки земельные, и квартиры, и, соответственно, оформляют договор не залога, а купли-продажи различные, да. И вот, соответственно, как считаете, не думаете ли, что с такой тенденцией депутаты могут, в принципе, ограничить в будущем работу ломбардов, что в итоге скажется, конечно же, не только на недобросовестных, но, в принципе, и на легальных игроках, Дмитрий, как считаете? Ну, тут, смотрите, вопрос, ломбард сам по себе не имеет права недвижимое имущество принимать, поэтому тут уже априори идет нарушение законодательства, то есть те, кто этим занимается, я не знаю эти схемы, да, мы занимаемся приемом золота, вот, поэтому. А что касается законодательства депутатов, ну, вот, честно, мое мнение, если бы со временем приняли лицензирование данного вида деятельности, то, ну, рынок бы выиграл от этого. Елена Александровна, ну, не чувствуете здесь уже тогда общественное лобби, что называется, да, профессионального сообщества, все-таки продвинуть и ввести это самое лицензирование? Оно же у нас было, лицензирование, раньше ломбарды лицензировались, мы относились к Министерству бытовых услуг и лицензировались. Ну, вот сейчас не думаете, что эта мера, вот, как Дмитрий говорит, она помогла бы рынку? Ну, может быть, не могу сказать, дело в том, что есть закон, и у нас четко прописано, что ломбарды не имеют права принимать недвижимое имущество, что еще, короче, нужно написать. Ну, писать-то можно, да, но, к сожалению, участники рынка порой не соблюдают. Ну, тогда затронуть тему, хочу и страхование имущества злогодателей. Вот, по оценке экспертов, многие ломбарды не соблюдают это требование, так скажем, чтобы избежать дополнительных расходов целью увеличения прибыли. Вот, насколько, по вашей оценке, сегодня остро стоит эта проблема, Лена Александровна, когда ломбарды не страхуют имущества принимать? Да, кстати, вопрос по страхованию ломбардов поднимался именно на конференции Нацбанка в феврале. Ломбарды обязаны страховать свое имущество. Проблема в том, что ломбарды не страхуют страховые компании. Они очень считают, что наш бизнес рискованный и прочее, прочее. Вот, я вам скажу, что сегодня вот ломбарды в основном страхуют 2-3 страховые компании. Это одна, к сожалению, московская компания. Но у нее именно очень удобно для ломбардах заложен страховой риск, то есть на изъятие имущества и прочее. В Башкирии я встречалась со многими страховыми компаниями. Ну, вообще, насколько это сегодня стоит все-таки проблема остро, когда ломбарды не страхуют имущество? Это остро. Ну, тогда каким образом ее избежать? Ну, сейчас мы работаем, вот сейчас мы прямо страховым компаниям работаем, да, объясняем, что нам нужно именно, чтобы был риск застрахованной изъятия. То есть есть обязательства, но при этом страховые, что ли, не хотят этого делать, да? У вас как обстоит дело? Они не хотят по страхованию. Мы что не хотим? Страховые компании не хотят нам страховать на риск изъятия и прочее. На риск изъятия, да, на риск изъятия отказываются страховать все, потому что, ну, на самом деле риск очень серьезный. А что касается страхования залога имущества, да, действительно проблема стоит, но она очень быстро решится, потому что буквально 2 недели назад, опять-таки, Центробанк запрашивал у нас у всех страховые полюса, но мы ждем ответа от них. Причем запросили 5-16-15. Ну, при этом, смотрите, раз на законодательном уровне есть, но если страховые отказываются, тогда каким образом здесь ломбарды ведут себя? Нет, тут момент как. Страховые отказываются страховать не все наши риски. Либо закладывают, наверное, премию уж слишком огромную. Совершенно верно, да. То, что регламентируется, опять-таки, законодательством о ломбардах, они берут это. Ну, да, это, скажем, это большие деньги, но куда деваться, то есть если закон заставляет, мы должны... Ну, тогда хочу затронуть и тему потребителей ломбардных услуг. Если раньше это все-таки зачастую были лица со средним достатком, вот сегодня насколько изменилась ситуация в потребительском поведении? Вот кто сегодня кредитуется, что называется, ломбардов? Я вот скажу, что многие ломбарды в Поволжье уже на моем рынке до 15 лет, да? Я сегодня с ним беседовала как раз по клиентуре. Изменилась ли у вас клиентура, да? Они говорят, практически нет. Пенсионеры у нас ходят очень дружно, и многие ломбарды делают скидки. Они ходят от пенсии... Дружно, мне это очень нравится, из общества пенсионеров. Да, от пенсии до пенсии, да, они ходят к нам. Особо клиентура не изменилась. Средний уровень... Я не думал, как непосредственно участник рынка, вот изменилась сегодня, нет клиентской базы? Нет, на самом деле, да, все осталось так же, как и раньше, потому что, то есть, ну, пенсионеры, скажем, да, есть, пенсионеры, студенты, но, то есть, на моей практике это где-то 5-10% от общей массы. Но не выкупается в среднем какое количество заложенного имущества в процентном соотношении на рынке? Так, сейчас я вам не скажу, вот, то есть, зависит от... Ну, в любом случае, в среднем же есть, наверное, там, 15-20%, нет, в каком количестве? Не готов сейчас я ответить вам на этот вопрос, на самом деле. Это, знаете, вот невыкупаемость очень, она варьируется, возьмите, от политики ломбарда, да? Вот, есть у нас ломбарды, у которых есть переработка, у которых есть ювелирные магазины, да? Тогда там невыкупаемости больше, потому что клиент туда сдаёт, поломанно и порвано. Те ломбарды, которые, как бы, ориентируют свою деятельность на выкупных клиентах, они не принимают там одиночную серёжку и прочее, да, действительно, это так. Вот, тогда в таких ломбардах у нас где-то 10% невыкупаемости. Ну, и тогда, коротенький вопрос, что ждёт рынок в 2016 году, как думаете? Будем расти всё-таки и на сколько? Не, однозначно будем расти. Для этого есть все. Конечно. И, Елена Александровна, ваше мнение? Какой будет рынок ломбардного дела? Вы знаете, сегодня наше партнёрство и Лига ломбардов, и Лига ломбардов России по Волжье, сегодня мы составили уже дорожные карты, это рынок ломбардов 2016-2020 года. Вот, хочется расти, хочется, но для этого можно... Но хочется и можется, это будет? Можется, знаете, да, вопрос, потому что финансирование это вот как раз и можется. То есть сегодня ломбардам разрешается только финансировать либо учредителя, и всё. То есть физлиц нельзя кредитовать, пока тоже нельзя. Ну, тем не менее, всё-таки вот Дмитрий, представитель большой ломбардной сети, всё-таки говорит, будем, значит, наверняка всё-таки перспектива есть. По оценкам специалистов, потенциал для роста ломбардного рынка сегодня в стране огромен. Аналитики оценивают ёмкость этого сегмента в 140-150 миллиардов рублей. С учётом ликвидности портфеля в ломбардах органическое насыщение рынка произойдёт в 2019 году. Но, как говорят в Центробанке, за массовым развитием этого направления может последовать и ряд проблем, связанных с незаконными действиями участников рынка. Но будем надеяться, что всё-таки развитие сегмента будет проходить в легальных рамках. Это была программа «Дело» и в гостях сегодня у нас была Елена Хисамудинова, полномоченный председатель некоммерческого партнёрства Лига ломбардов по Волжье, и Дмитрий Прокопов, заместитель директора по развитию сети СКС «Ломбард». Спасибо вам большое за участие в программе.